МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПО ТВ «Лучших регионов по проектному управлению» поздравляю вас, нас поздравляю. Скажите, пожалуйста, с чем связан такой успех и какие проекты были наиболее успешными от Якутии? Я объясню сначала причину, почему мы приняли решение участвовать в этом году и с чем мы пришли на проектный Олимп. Основная причина участия нас именно в 2017 году связана с поручением главы республики Егора Фанасьевича Борисова. То есть мы анонсировали до этого, что примем участие на проектном олимпии лишь только через год. Планировали заявить о себе в 2018 году, но у нас на регулярной основе и председатель правительства, и глава республики отслеживает ход внедрения проектного управления. И было принято решение, что мы готовы опробовать себя. И вот это доверие, в принципе, себя оправдало. Действительно, мы сначала, может быть, меньше верили в свои силы, но, как выяснилось, то, что наша команда готова была, и мы заявились в двух номинациях. То есть представлялись не проекты как таковые, действительно, у нас есть хорошие проекты, но команды, которые реализуют эти проекты, решили номинироваться в 2018 году. А мы больше в 2017 году презентовали именно деятельность самого регионального проектного офиса. Как мы внедряем проектное управление, как мы поддерживаем команды, какую нормативную базу мы разрабатываем, какие мы условия для государственных служащих создаем, как мы внедряем эти изменения, как трансформируются государственные служащие. То есть, в первую очередь, эта номинация связана была с оценкой именно нашей работы, нашей команды и в целом команды Республики по внедрению этих изменений. И называлась эта номинация «Организация и деятельность региональных проектных офисов». То есть, там и федеральные органы власти с нами соревновались, и региональные. Всего было 45 номинантов. И вот из этих 45 номинантов мы вошли в топ-3. Вот для нас вот такой промежуточный успех. И вторая номинация – это как раз-таки система менеджмента в целом. То есть, приезжали асессоры, представители проектного Олимпа, это ведущие профессионалы в сфере управления проектной деятельностью. И они посмотрели, как устроена в целом система госуправления, система менеджмента. Приглашали каждого нашего руководителя проекта, опрашивали, куратора, заказчика. Обсуждали это все с председателем правительства, как эти изменения идут. Грубо говоря, просто просканировали от и до нашу систему госуправления, как мы, насколько качественно мы ее выстроили на текущий момент. И из 65 номинантов, из 65 федеральных и региональных органов власти мы попали в топ-10. Вот, ну, тоже для нас такой примежуточный, достаточно высокий показатель. Да, ну, на самом деле, довольны, как бы, этим примежуточным результатом. То есть, мы рассчитываем на то, что, как я раньше говорил, заявим о себе еще в 2018 году. И нашим лидерам проектного управления, которые давно внедряют эти изменения, мы уже постепенно наступаем на пятки. Коллеги чувствуют. И, ну, второй момент, это все-таки выстраивание отношений. То есть, проект «Олимп» это больше такая площадка для выстраивания отношений, для обмена опытом. Ну, я позднее об этом расскажу. Арман Александрович, скажите, пожалуйста, а чем же все-таки в целом отличается административное от проектного управления? Ну, есть, мы привыкли пока использовать немножко другие термины. То есть, есть там проектная деятельность и некая такая текущая деятельность. То есть, текущая деятельность, когда государственные служащие выполняют какую-то одинаковую работу изо дня в день по своему какому-то должностному регламенту. То есть, и он не отслеживает особо, как эта его работа отражается, ну, реально, какой-то социально-экономический эффект приносит или не приносит. То есть, какие-то изо дня в день известные и понятные ему поручения. А когда есть какая-то задача, и там нужно выполнить какую-то работу, либо что-то построить, либо что-то создать, и это делается впервые, либо в этом есть какая-то новизна, есть какие-то риски, либо нам нужно добиться какого-то особого социально значимого эффекта, это удобнее делать в форме проекта. На самом деле, можно, конечно, по старинке, кто как умеет, организовывать всякие мероприятия, а есть специально уже отработанные годами технологии. И в военное время при Советском Союзе у нас всегда были успешны оборонка, космос, да, то есть, коллеги всегда использовали методы такие, как календарное сетевого планирования. Это специальная такая технология организации проектов, мероприятий, и у нас в том числе, как бы, и поэтому оборонка, атомная отрасль, значит, военно-космическая отрасль, она в том числе была четко поставлена, успешно, и всегда результаты доводили до конца. И в западных странах тоже эти технологии переняли, в 70-х годах тоже там в основном используют специальные схемы, как надо использовать, специальные схемы управления, которые нужно использовать для того, чтобы максимально и в срок достигнуть поставленных задач. Не так, что у нас все делается для галочки, а вот именно конкретно с поставленной целью обязательно выполняем, доводим все до конца, если какие-то препятствия встречаются на пути, мы уже знаем, как это преодолевают. То есть, это полностью продуманная пошаговая технология реализации каких-то проектов. И именно вот эту технологию управления сейчас внедряют в государственную службу. И вот на самом деле на нее возлагают довольно большие надежды на очень высоком стратегическом уровне Российской Федерации. Роман Александрович, вот год назад в этой же студии, в нашей программе Вы говорили о том, что мы только начинали, да, и говорили, что кадровой готовности еще недостаточно. Сколько времени потребовалось, чтобы вот еще года не прошло, мы уже на Олимпе практически? Ну, здесь, опять же, на Олимпе... Насколько легко было вот обучить, так скажем, внедрить эту систему? На самом деле, действительно, мы благодаря вот команде и Высшей школе инновационного менеджмента Сардана Степановна Татаринова, мы с ней совместно работаем, значит, по вопросу как раз-таки развития компетенции госслужащих. И здесь нужно особую лояльность отметить самих руководителей руководств власти, которые понимают и лояльно относятся к этим изменениям. То есть, на каком-то уровне это до сих пор тяжело воспринимается, на каком-то уровне неплохо поддерживаются эти изменения. И только благодаря этой поддержке у нас формируется некий костяк, то есть это такой проектный резерв, довольно внушительная армия государственных служащих, которые лояльно воспринимают эти изменения, готовы к ним. И вот благодаря тому, что такие люди присутствуют в командах, нам было, чтобы представить как бы асессорами проектного Олимпа. Они увидели, что действительно наши люди в нашей республике довольно гибко мыслят, готовы к трансформациям, готовы к этим изменениям. И в этом, в принципе, один из элементов успеха. Не только поддержка на высшем уровне главы республики, курирование председателем правительства лично этого проекта, в том числе и то, что у нас все-таки люди, как сказать, готовы к изменениям. Их немало оказалось. И мы полагали, что для нас это даже такой был приятный сюрприз, что слишком много коллег поддерживают эти изменения в наших органах власти. Вот в этом как бы часть успеха в том числе. Но на самом деле все довольно еще впереди, потому что впереди как бы именно системные структурные изменения, потому что на текущий момент на Олимпе мы почему? Потому что мы создали только лишь саму систему. Мы ее вот выстроили, а сейчас и обкатали на каких-то пилотных проектах. Обучили там ведомственные проектные офисы, часть каких-то команд. Это лишь фрагментарно. Вот такой вопрос. Мы говорим о новшествах, нововведениях, об изменениях. Зритель может задаться вопросом, что же мне все-таки как гражданину республики даст это? Вот у нас одна из сложных систем, это Северный завод. Скажите, пожалуйста, вот эта система будет ли как-то, ну как скажем, подстроена что ли под проектное управление? И как это вот выразится? Ну, сначала отвечу в целом, то есть о социально-экономическом эффекте. То есть на самом деле проектное управление позволяет реализовать мероприятие госпрограмм более качественно. То есть есть некая пирамида, наверху этой пирамиды наша стратегия, то есть пирамида управления. То есть наверху стратегия, в этой стратегии есть важнейшие стратегические цели, описано. Вот если мы успешно реализуем проекты, мы, значит, достигнем этих целей. В зависимости, все зависит от того, как эти цели выстроены, как они сформулированы. Если эти цели сформулированы правильным образом, и эти цели сформулированы таким образом, что они действительно повлияют, их достижение повлияет на людей, на чтобы люди это все ощутили, и мы с вами лично, да, то есть, то проектное управление поможет. А если сами цели будут выстроены неверно, как бы нашей командой, которая управляет государственными программами, стратегией в целом, то, конечно, мы и придем не туда, потому что проектное управление – это какая-то некая такая быстрая машина, качественная, да, но если мы поедем туда не в ту сторону на ней, значит, мы на самом деле не достигнем, и люди это не почувствуют. Все зависит от того, если правильные цели поставим, поставим эти цели правильные для людей, то проектное управление поможет и достичь. Что касается Северного завоза, ну, здесь, конечно же, Алексей Засимович Колодежников, куривающий, заместитель председателя правительства, поддержал, как бы, это поручение Евгения Алексеевича Чайкина, что была инициатива «давайте Северный завоз, реализуем в качестве проекта». Было очень много зарких споров, а вообще проект ли это, потому что Северный завоз реализуется из года в год. Большим количеством компаний, значит, координируется вроде как государственным комитетом безопасности жизнедеятельности. Схема отлажена, но из года в год всегда разные сюрпризы. И будет ли готова новая система управления к этим сюрпризам, насколько она облегчит эту задачу. Упростит мониторинг за ситуацию, да, это упростится мониторинг. Поможет ли это преодолевать трудности при Северном завозе, ну, это все зависит, опять же, от качества работы команды. Если команда сама будет эти инструменты использовать качественно, заранее будет прорабатывать все риски, а не для галочки в проекте их прописывать, то, конечно, да. То мы надеемся, что это поможет. И первый пилотный проект Северного завоза у нас уже, на самом деле, запущен. Скажите, пожалуйста, а вот на местах как будет внедряться это проектное управление в муниципалитетах? Четыре пилотных муниципалитета проявили инициативу сами, вышли на республику, сказали, что мы хотим. И я назову эти муниципалитеты, это Амгинский, Верхневилюйский, Мирницкий и Неринги. Вот эти четыре пилотных муниципальных района, сейчас мы планируем приехать к ним, то есть у нас уже по каждому из них есть конкретная дорожная карта, как мы это будем внедрять. Основная цель это сделать, чтобы органы местного управления и органы государственной власти работали вместе как команда. То есть и главным эффектом это выполнение программы социально-экономического развития каждого муниципалитета. То есть у них есть свои программы, есть определенные свои цели и наши механизмы. А те, кто, допустим, не изъявил желание, это будет обязательным? Ну, на самом деле мы не можем обязывать муниципалитеты применять эти инструменты, но для того, чтобы республика в целом реализовывала качество и государственной программы, естественно, нам нужно вовлекать муниципалитеты в это. И у нас прошел не так давно совет МСУ, на котором мы договорились, что все это будем применять. Роман Александрович, я благодарю вас за беседу. 6 декабря вам исполнится вашему управлению, вернее, департаменту год. Желаю вам плодотворной работы и далее. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был руководитель департамента проектного управления администрации главы и правительства республики Саха-Якутия. Роман Солодухин, оставайтесь с нами, всегда обсудим все самое важное. Всего доброго.